Время подходит к обеду. Это у нас находки с утра до обеда. Но мы правда халявщики, халтурщики. Мы не шуфим, мы просто верховые копали. Все цари, ребята, царей, советов нет. Вообще класс. Ну, Русик, наверное, где-то с прошлого копа завалялось. Короче, вот так вот, ребята. Я думаю, неплохо на выбитом-то месте, да? Да, да. Вальчик к нам, ребята. Молодцы, ребята. В честь дня рождения Серега решил сультовать. Сколько салютов там чего? Пускай гавкнут, пускай гавкнут. Серега решил сультовать. Ну, огонь! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ребята, всем привет! Как вы видите, мы начали сегодняшний коп за столе. Не, шучу, не за столе. Мы как приехали, я ничего не снимал. Только находки, которые мы там делали. Время подходит к обеду. У нас Женька, вообще, чувак, на все руки. Да плюс он еще на все ноги, да? Делает классный нам всегда завтрак, обед. Ну, и ужин иногда бывает. В общем, сейчас он изъявил желание сделать борщ. Сегодня будет борщ. Нароже всех присутствующих посмотрим, как борщец на самом деле. Кто у нас находится? Рус. Серега. Женька. Ярик. Там Женька. Там у нас еще Диман. Поиск сокровищ. Парамоша, короче, между нами. Вот. И еще комрады приедут. Едут издалека. Мы, в принципе, с ними еще не знакомились. В общем, познакомимся и узнаем, что за люди. Вот. Списались сейчас. Созвонились. Они отстали от нашего эшелона. Его сейчас вот дозвонятся. Надеюсь, доедут. В общем, как у нас застолье мы уже для себя приготовили. За приезд. За земляного деда. За находки. Находки уже прут, как вы видите. Ну, основное такое. Основное мероприятие, которое у нас сегодня планируется. И это, конечно же, день рождения Рустика. Мы ему будем уши драть. Которые уже длинные-длинные. Насколько там уже у Рустика-то длинные уши. Длина пограничного столба. 2 метра. Как вы знаете, я пограничник. И рус тоже. И, оказывается, мы служили на одних заставах. Но в разное время. На Дальнем Востоке. Вот, блин, мир тесен. История существования пограничного столба насчитывает не одно столетие. И это один из самых древних пограничных знаков, разделяющий государственные границы с определенных стран. Первоначально у славянских племен такие знаки в виде вкопанных деревянных колев назывались чурками. По имени языческого бога Чура, охранявшего границы владений племен. С течением времени и становления принципов государственности знак перетерпел значительные визуальные изменения. Но суть его осталась прежней. Пограничный столб представляет собой четырехгранный столб определенного размера и окраски. Размер столба и окраска строго установленных размеров. Столбы из железобетона два метра. А деревянные два метра шестнадцать сантиметров. Видно у Рустама на заставе. Столбы были железобетонные. Я же встречал только деревянные. Надеюсь, информация была полезной. А сейчас возвращаемся к нашей веселой компании. Ладно, поехали дальше. Я. Ждем Илюху. И мы будем отмечать день рождения Рустика. У Рустика сегодня действительно длина пограничного столба какая. Вот именно столько ему сейчас лет. Шучу, конечно. В общем, ждем. Кашеварим. Рожи уже довольны. Вон сережка, смотрите. Ребята, вы... Да он просто подорвался сейчас ломать. А на самом деле он там стоял, стебался. В общем, приехали сюда же. Находки пруд. Классные. И для вас, ребята, я планирую сделать челлендж Рьмы. Очень долгий. Очень приятный. Тем, что мы будем для вас соображать копилку нашего сообщества, кто с нами копает. И об этой интересной теме я вам сегодня расскажу. Достаточно приятный. И кому-то фортанет чересчур, ребята. Чересчур фортанет. Идея колоссальная. Мы будем собирать копилку между комрадами. И в конце года эту копилку мы будем разыгрывать. Кто-то заберет большое количество монет. Вообще колоссальное. Там сотней точно не отделаешься. Потому что мы за сезон копаем... Ох, как много, да, Серый? Да. Да. И мы каждый раз туда будем скидывать. Я не знаю, сколько там даже получится. Да. В общем, об этой интересной теме мы поговорим попозже. Может быть. А сейчас у нас небольшое застолье. Потом снова за находками. Где в прошлый раз подняли полтинник серебряный николаевский. И мы туда так же пойдем. Да. Идем за стол. Что? Не, про копилку чуть позже Серый. Вот. Серый меня поправляют. Насчет копилки. Какая копилка там будет? Ребят, копилка большая. Сколько она наберется за сезон. Мы узнаем зимой. Победитель один заберет. Классальное количество, ребята, монет. И это точно больше сотни монет. Ну, ладно. Ладно. Об этом чуть позже. Ну, а сейчас ждем застолье. Горячий борщ. Скажем по секрету. Как он приготовил. Каждому подойду и спрошу. Как борщец? Не надо там за это пулеметной лентой идти в машину. Да, Рус? Как Рустик сегодня. Дай пулеметную ленту. А что такое? Да хрен пойми. Ёшкин кот. Это сральная бумага у него называется. Ну, а так все, ребята. Сейчас вкусняшки. От этой вкусняшки у меня же глава кругом летит. Вот он. Ну, ребята. Поставить. Елизавет. Подонок, блин. Короче. Да. Еще обеда нет, а мы уже это... Искать за сокровищами. Да? Наполеона. Во. Может быть, Наполеон у нас здесь проходил, в принципе. Через Самару. Знаете. Тащил. Ленту найдешь. Ленту. Ладно, ребята. Все, давайте. Ну что, ребята. Можно вас осчастливить приятным кадром. Вот Камрад знакомый. И вот первый сигнал даже. Да. Киотный крест. Интересно то, что он, смотрите, там проглядывается белый металл. Необычный, если честно. Имеется петлица, значит, на шее носились. Может, Поповский. Обычно они и это, на престольные, без этих. А это, видишь, блин, это... Зачет. Первый приятный сигнал сегодня. Класс, класс, класс. Ну что, пожелаем и нам удачи. И что, ребята, у нас с находками. Ох, какая красивая. Прилепная. Хорошая. Павел Первый. Копеечка. Зачетная. 1799. И также у него была двушка. Тоже верховая. Александровская. Но игровая засранка. Ну что, две монеты. Зачет. Пока у нас русский чемпион. Пока не выпил, он красавчик. Ха-ха-ха-ха. Красавчик. А мы, ребята, пока вот такую собираем вещь. Мандулу. Ну что, латун. Это запчасть от Папелла. Латунь. Латунь дорогая. Ладно. Сейчас, комрады, будут подъезжать потихоньку. И, наверное, к обеду подойдем к Стану. Где будет у нас Джага-Джага. Ха-ха-ха. Да, кенгуха? Ищи мне монеты. Быстро будучи монеты. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, нюанс. Первый нюанс сегодня. Был сигнал. 19-20 это пробка. Знаете, первым делом выпала монета. Представляете, монета. Это у нас копейка царская. Год сказать не могу и не буду. Хотя 1903 год. Копеечка. Но сигнал-то продолжался. Именно тот сигнал, который я начал копать. И вот он. Вот он этот сигнал. Вот это вот первый нюанс. Копал сигнальчик, а выскочило два. Прекрати. Все, давай, закапываю лучше. Вот, ребята, иногда вот бывают такие проблемы. То, что я закапываю за собой ямки. А Кинг, засранец, приходит. Приходит, блин, и все, обратно раскапывает. И вот этот нюанс тоже присутствует, ребят. Ну ладно, погнали дальше по горелому месту шататься. Ребят, сигнал был на Ванюше 31. А такие сигналы я копаю. И вот она. Выпала круглая. Николаевская. Двушечка. Год. 1871. Вот она, красавица. Вторая. Вторая моя монетка. Я Русса догнал по монетам. Я красавчик. Вон Русса шатается. Наш именинник, ребят, по секрету. Конкуренты подбираются. Он у нас именинник, и сегодня у нас будет гулянка. Ладно, продолжаем. Ребят, был четкий сигнал 33. А вы знаете, я такие сигналы копаю. Выкопал. Видите, даже ямку уже прикопал. Начал прикапывать. Вот. И сигнала нету. Нету и нету. И с лопаты начал грязь очищать. Посмотрите. Я наступил на монету. Монета. Вот она. Крупная. Крупненькая монетка. Лопаткой даже засадил. Так, что это за монета? Двушка. Царица полей. Александровская. Да. И вот это второй нюанс. Ёшкин кот. Зачет. Зачет. Пойдет. Там, по-моему, Серега приехал. Сейчас, наверное, буду вступление делать к этому видео. Я вступление до сих пор не сделал. Сразу начал снимать находки. Ладно. Идем дальше. Ну да. Путененькая. СПБ. Хорошая. Лешечка. Хорошая. Пойдет. Что? С находками только я и Рус, да? По поводу. Женька. Что-то голяк. Серега пока тоже молчит. К нам идет. Вот. Мы пока ищем. Смотрите, как иллишь ты. Ха-ха. Сейчас я еще съем. Может, с семнадцатой все-таки налижешь. Ха-ха. Ладно, идем. Ну что, ребят. К нам присоединился Серега. Здорово. Привет. И... Вон она. Уходи. Вон она. Первая его сегодняшняя монетка. Двушка. Николай, да. Какой сохран здесь. Все монеты классные. Угу. 1910 год. Вот все почти монеты, которые мы подняли. Прям все хорошие будут. При жизни, да, не забудут. Вообще, смотри, блин. Все такие. Здесь земля хорошая. Ясно. Будем ходить. Гулять. Патинки. Да. Вон у нас яр. Так что гоним дальше. Итак, ребят. Находка. Ходим, бродим. Все по этому же месту. Здесь стояли фундаменты. И вот она, монетка. Что она какая-то кривая. Деньга, ёж твоя налево. Деньга. А то Николай и Николай, а это деньга. 1738 год. Сохран просто бомба. Сохраны классные. Вообще класс. Отчетно. Продолжаем. Всем доброго дня, уважаемые комрады. Всех поздравляю с открытием долгожданного сезона. Многие, наверное, уже давно начали. Но есть регионы, которые… Ребята, рубрика «Как вкусно все сделать в турбоходе». Да, Рустик пусть озвучивает, как это все делается. Может зайдет, кому-то понравится. Может такую рубрику открыть. В эфире рубрика «Обед в Копуре». Нет, не в Копуре, а в Копуре первый. Готовим борщ. Готовим борщ на костре. Татария, привет! Я знаю, татары нас смотрят. Ребята, это у нас находки с утра до обеда. Но мы правда халявщики, халтурщики. Мы не шурфим, мы просто верховые комбали. Все цари, ребята, царей советов нет. Вообще классный советик. Ну, Рустик, наверное, с прошлого копа завалялся. Да, да, да. Короче, вот так вот, ребята. Я думаю, неплохо на выбитом-то месте, да? Да, да. Ладечки к нам, ребята. Молодцы, ребята. Давай дальше. Давай дальше. Итак, ребята, потихоньку у нас состав увеличивается, увеличивается, увеличивается. В общем, лагерь себе устроили уже из нескольких машин. Люди подтягиваются, подтягиваются. И к нам подтягиваются даже такси «Яндекс», ребята. На Коп, на Коп. Иди сюда, иди ко мне. Вот тогда же такси «Яндекс», ребята, приехали к нам. Да. Так что и вы тоже можете, поступайте. «Яндекс.Такси». 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 Добавим Сейчас закипит Мы еще капуточку туда добавим Ребят, пришел Крустик И говорят, первая неудача В плане того, что Он лопатой ее черканул Но это не плачевно А-2, 65-й год Может грунт такой коломен Ну, хорошая монета Надеюсь, после чистки Будет этот хороший Ладно, РУС пока чемпион Погнали Так, это Яндекс такси, ребята На такси приехали к нам Находки О, ну это советик 20 копеек Юбилейный 50 лет Так, ну Костян у нас зашурфился Дом стоял до 61-го года До 67-го года И у него пруд Советики А мы ходим по верхам Собираем цариков Вот так вот Кому как пока Итак, ребят До этого поднял несколько советиков Но Это я вынужден Вам показать Я взял Вот такой Крульевый шок Протер рукой А оказывается Это 10 копеек Царский 1910-й год Сохран Хорош Хорош А здесь сейчас Протрем Посмотрим Ну Пойдет В принципе Хорош Сохран Обычно Серебро на Ванюши Что-то за 30 шкалит А этот Показал 25 Ну ладно Пойдет Что-то Идем Вон на те Вон Бугры Там могут Вкусненькие Ну что, ребята Второй подряд Видите Желтенький Серебрушечка Год 23 15 Видите Сохран Хорош Хорош Вот такая Красутка Вторая Серебрушка Зачет Может Чьего-то Фундамента Проходим Мимо Хорошо Ребят Только что Хвастался Сереге Даже сигарету Видите Всего Нашего Сколько Скурило Решил Закопать Ямку Ну и Прозвонить И смотрите Здесь Еще Одна И тоже Серебрушка Сереж Тоже 23 Год Ребята Да Еще Одна Пятнашечка 23 Сейчас Еще Звоню Две Подряд В одной Ямке На Одну Прозвонку Что Ребята Мы Ехали Рустик Говорил Будет К дождю Дождь К серебру И вот Смотрите Вот Она Вот Она Ребята Еще Одна Еще Одна Серебрушка И Это Царская Смотрите Смотрите 1909 Год Класс Класс Такая Желтая Патина Зачетно Классно Продолжаем Продолжает Искать Не серебро Че там Получается Получается Еще Есть Еще Есть Чудо Мое Будем Еще Искать Ху Ребят Сложная Находка Яма Смотрите Какая Глубокая Почти Полметра Смотрите Лопата 40 И она Видите Еще Насколько Ушла Где-то 60 Даже Может И вот Здесь Вот А вот Откопался Монетка Царская Вот Сохран Какалишный Что за монет Не знаю Но Сохран Видите Видите Какой Сохран Это Домовая Домовая Монетка Ладно Пойдет Здесь Дом Походу Все Здесь Трактором Походу Стаскивали Вниз И вот На бугре Находки Ладно Продолжаем Итак Ребята Растянулись Небольшой Грядой Серега На горе Рустик Там Женек Проснулся В общем У меня Монета Вот Она Красивая Красивая Ботн То Смотрите Копейка 1842 Год Жаль Копейка Серебром Пусть 42 По-моему Дорогая Закон Подлости Если дорогая Прям Ай-яй-яй И да Ну тоже Поддался Сигнал Ну что Ребят Продолжаем Ходить По битому Месту Смотрите Яма 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 В общем Все в ямах Все в ямах И вот Среди Моей ямки Ребят Сегодня день Серебра И снова 10 копеек 23 год Хорош Хорош Чемпион Я сегодня Серебро Прям Сегодня Липнет Продолжаем Кинг У меня Уже Устал Уже Устал Ходим Бродим Ну что Ребята Помимо Серебра У меня Прут И медные Вот Она Медная Выпала Нас На этот Раз Что Ох Это У нас Одна Вторая Копейки Сохран Какой Хороший Хороший 43 год Такая Вот Зачетная Класс Продолжаем Н1 Ну что Ребят Ходим По такой Красоте ЧПЖ Сгорели И тут Сигнал У нас Вываливается И Это У нас Очередной Царь Копейка 1901 Я уж подумал 17 Раскатал Губу Блин Да Скажете Вы Ходим Бродим И Находим Ребят Говорят Пятаки Катины Хорошо Звенят Не знаю У меня Звенело Плохо Может быть Из-за Ямка Слишком Глубокая Я уже Сомневался Потому что Смотрите Ногу Распинула Ничего Нет А сигнал Есть И вот Последний Пинок Смотрите Какой Сохран блин смотрите какой бодрый смотрите красоту лет какая 97 год так вот пальцем проводишь смотрите и прям слой патина до сухого слазит класс 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 сегодня прям ударный серебро катин пятак на прошлом видео тоже катин пятак был на вы сами знаете какой он был хороший а этот болен туда ладно ходим бродим находим и так ребят сигнал мерзкий был такой знаете и смотрите рубль рубль голова ленина вот так сегодня были юбилейный у нас ленин а это сто лет рубль за тех от зачет зачет идем дальше как ребята ходим бродим рядом яндекс костян это костян и вот у меня смотрите кругленькая павел ай какая красивая а с этой нос этой немножко похуже 1800 год красивый год с этой страны вообще огонь смотрите какой класс ладно красота здесь немножко честно высокий рельеф тоже не подкачал ладно продолжаем вот у меня был находочка немножко расширил дом может там все же хотят думать что он остальной там его там уже нет только створка загнутая ушками попробую вокруг похожу может что прозвучал еще один шикарный сигнал прям вот неглубоко и выпала монета но и не могу понять что это такое размером с 5 копеек николаевский но это не они будут такой вот кем учет просвечивает придем влаги попробуем отмыть и немножко итак ребята монетка вот она прям среди ям смотрите я даже вот сейчас ям 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 и вот смотрите слепочка остался и монетку достаем что за монетка копейка царская николаевский образец ну на ней за шлепы как на шурфах так что монетка дымовая не потеряшка да здесь все тракторами двигали вот они здесь так вот хаотично от фундов ладно идем не знаю что там у пацанов но у меня пока есть долго придолго ходил устал уже отчаялся думал что это ничего оказалось монетка елизаветовский вензель даже проглядывает но походу фундаментах и подокисленность может и отойдет коньяку виднеется продолжаем здесь низинка просто видать подтапливает вот уже начинается азарт вон ямка от первой двушки и так ребята у нас пополнением наших рядах приехал пацан с которым много-много лет у нас завязалась дружба именно из-за того что он как ты блин может быть как вы как вы или к вы обратился ко мне и сказал саня у меня ни хрена нет находок копая с фишером 75 одни пробки я его позвал в гости скажу что так было так и было все 100% мы поехали ребята в буян идет там первое сделал рост пусть от когда мы с тобой ты на это вот так вот здесь вот она плакался что тебя нету чё-то пола никто никогда не плакал еще в первый же день ты поднял копейку 1890 ребят у меня есть даже видео как он танцевал ребятам прям нет это было это был другой вид от и копейку 25 мальянского до копейку 25 как я вам сказал стас у нас фартовый и свое как говорится погоняло он оправдал первой находкой и 1 удачный 1 копеечка 1925 вот вам и фишер четвертый мои поздравления стоянка физка мои поздравления где твой танец это нас так всегда до концу и когда 1 маницу за школу поднял вот так он плясал вот так вот ладно продолжаю вот смотрите бородатый счастливый квартовый от со мной связался начал копейки 25 а до этого пробка по до этого золото попал постоянно в общем ребята к чему к чему ребята как раз приехали в компании сейчас мы сделаем закуску и будем поздравлять русско с днем рождения конечно же мы по традиции всю свою компанию снабжаем вот такими камуфляжами и сегодня уже рассказал ешкин кот рус у нас получит такой же камуфляж так что русско сейчас будем поздравлять но я думаю это не ну давайте заснимем да все-таки уважаемый человек все вы его знаете рустам туктаров вот но лицо он не афиширует вот слышали шум пацаны которые приехали они накачивали себе кровать ребят они приехали из матрас у нас есть все удобства в лэк-крузерестоп да ребят у них там блин че только нет до горячей воды биде тоже стоит короче короче мы сейчас поздравим и с удовольствием и с ночной ребята пойдем с фонариками верховые собирать так что если на хоккейбуд вы увидите но еще про челлендж ребята вы знаете да я его вам все-таки завтра утром расскажу и покажу в чем будет заключаться вот кому повезет выиграть он просто охрене так что ладно продолжаем итак ребят пришло время поздравить русика как раз пришло время темноты нам пока делать нечего костер горит мясо жарится и мы хотим поздравить русика с днем рождения все моя команда именно одета вот в такое обмундирование серега у нас все все на дню на днюху мы поздравили в общем за рюмочкой хотим и поздравить нашего именинника сколько там тебе уже четвертый десяток скромный да как баб говорит вот и хотим поздравить ребята а вот он пакетик я думаю сейчас русик как раз его обновит попробуй потому что у нас был дождь он промок замерз и сейчас один так что рустик ребята мы продолжим наверное без вас застолья посидим наверное полчасика часов и пойдем на ночной коп собирать находки потому что стас и люха они рвутся у нас хотят потому что мы наковыряли уже дофигища серебра катя лизы анна ивановна павел первый александр николай все 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 у нас есть ребята так что и им тоже нужно найти так что все 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 в честь дня рождения серега решилась сультовать сколько салюта там чего пускай гавкает пускай гавкает серега решил сультовать ну огонь знаешь что какую кнопку нажимать а сними с предохранитель ботаника аккуратно и отходи а ребят доброе утро не обращайте внимание на мой внешний вид просто ветрено и холодно в общем я проснулся некоторые пацаны вон процедуру водные принимают женька еще уезжает он раньше всех встал и поехал на шурф в общем на шурфе он нашел достаточно приятную находку единственная пока сегодня классная вещь и я вам еще продемонстрирую просто на сегодня это самое лучшее что можно найти он на шурфе его поднял рано вот сейчас находки женька собирается пока я сделаю обзорчик по находке ребят получилась вот такая от медаль это крымская ребята женька он еще показать стекло царство на калюса подставал шурфов да хорош хорош вот и вот такая вот медаль 1904 1905 зачетная медаль всевидящая око класс если не ошибаюсь это японская война ну а сейчас по традиции окунемся в историю происхождение этой медали 26 января 1904 года японские корабли под командованием агмирала того внезапно без объявления войны атаковали русскую эскадру на рейте порт артура силы были не равны японские корабли были лучше быстрее и больше по количеству скорострельность орудий японцев составлял 360 выстрелов в минуту у наших пушкарей всего 134 скорость японских кораблей 18-20 узлов а наших 15-18 это и сыграло решающую роль в исходе войны русские войска потерпели поражение окончание войны армейские чиновники решили отметить медалью в памяти русско-японской войны медалью русской империи для награждения военных участвовавших в русско-японской войне а также для награждения медицинских работников и священников состоящих на службах штатских лиц отличившие военных действиях эта медаль была учреждена 21 января 1906 года по указу императора николая второго медаль имела три основных варианта изготавливалась из разных новым металлом из серебра бронзы и темные бронзы медалью из разных металлов вручались в разные категории награждаемых серебряный вариант предназначен для награждения защитников Куантинского полуострова и Порт-Артура награждены были все лица участвовавших в данных военных событиях в том числе даже жители Порт-Артура участвовавшие в ее защите вариант медали из светлой бронзы полагался всем военным и морякам независимо от звания и должности в том числе добровольцы которые побывали хотя бы в одном сражении против врага на суше или на море медалью из темной бронзы были вручены военным не принимавшие прямого участия в боях но состоящие на службе в действующих армиях находившиеся до ратификации мирного договора на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской магистрали и Самаро-Златоузской железной дороги очекания на 45 тысяч серебряных 700 тысяч светлой бронзы и 750 тысяч темно-бронзовой медали диаметр 28 мм на лицевой стороне медали изображено всевидящее око окруженное лучами в нижней части вдоль бортика надпись 1904 1905 на оборотной стороне горизонтальная надпись надпись славянским шрифтом в 5 строк да вознесет вас Господь в свое время на этом и все теперь вы знаете об этой медали а сейчас возвращаемся на коп приятного вам просмотра Ребят, в общем мы все никак не отправимся сначала был дождь, сильный ветер вообще вон, а сейчас смотрите, блин снег, град, смотрите какие хлопья ешки, блин, смотрите прям, блин, в таких вот условиях мы копаем, еб ты прям, блин ну ладно, козырек здесь большой, блин, кайфу ветра нету, вообще зачетно пару слов, Стас как вы вчера копали? да, хорошо, покопали до 4 утра да, что дальше было? дальше спать пошли нет, так что мы покушали а доширак, как же, блядь во время дождя, да? да, дождь палил как раз, вовремя все бабу, пойдем ли пить снежную? бабу? Илюх, что скажешь, ты, как ты вчера покопал? я поспал пацаны приехали, ребят спать это вообще зачет пацаны приехали, самое главное отдохнуть с нами, познакомиться а копать, они, я так понимаю, что-то не горят желания да, Илюх, не охота маска нормальная, кстати погода не кайф я всегда ей пользуюсь у нас вообще экстремальная такие сейчас обстановка бля, Серега убежал в машину смотрите на Илюху он пытается сейчас туда снять на телефон и отправить домой в каких условиях сегодня отдыхаем меня домой отправьте ладно, ребят, мы копать все-таки будем будем, будем, будем ребят, камеру прячу от ветра ямка не глубокая, сигнал был хороший вот, но выкатился что за монета? ну, это у нас копейка Николая 1894 год как раз первый год правления если не ошибаюсь, поправьте ну, вот такая вот копеечка сегодня первая после бури ненастья, погода вроде наладилась но ветер жуткий все в глаза летит ну, короче все копает кто-то шурфит кто-то отдыхает и так, ребят прилег ответ распрятал вчера у меня было аж вот таких 6 чуд на сегодня это первое чудо вы понимаете, да? это у нас серебро 25-й год пятнашечка хорош с почином сегодня меня серебро сегодня первое класс зачетно сохран хорош самый ближний кто ко мне это Серега в метрах стах вон там в кустах ну, мы верховые между дымовыми ямами смотрим верховые есть ребят, вот из этой глубокой ямки я устал я копать сигнал фиг пойми смотрите какое чудо выскочило смотрите это колокольчик колокольчик надеюсь язычок будет если будет вообще шикардос сомневаюсь редко когда находятся клокола бубенчики чтобы там внутри что-то было вот такой вот зачетный красивый класс класс итак ребят два комрада уезжают это который с нами сегодня познакомился Костяныч и Андрюха давай перебери что там интересно ребята основная масса находок шурфа в частности советские царики все верховые самое интересное это пятак пятачок 871 так дальше по-моему полушечка а деньга где-то у тебя копеечка царская копеечка ну у нас кучи и где-то еще одна денежка посмотрите какой рубль ребята 64-й год рубас говорите рубля не поднимаем поднимаем красивенькая 20 копеек крейсер аврора ну вот в общем где-то сколько ну штук наверное больше полкин ну неплохо я считаю да ладно деньга ну что в Африке она и деньга сейчас я находки еще Андрюхина покажу у него ребята поболее тоже шурфа ладно Андрюхин находки находки Андрюхина говорит в ладошку не умеется давайте я с его двух ладошек вот снимать Андрюх давай это поближе сюда к машине а то там ветер жуткий ох смотрите сколько ребята чудес пуговка орлянка обычная на пушках обычная так в основном ребята советы да есть царик нет нет но серебро есть хорошо я тоже пятнашку сейчас с 25 поднял в общем ребята ранние поздние советы две орляночки хорошо в общем больше ста монет шурфа но основная масса ребята ну после реформы 61 года тут тоже приятно пусть и монеты говеные но все равно приятно вот такая куча по количеству чемпион да что за прибор ванешь 440 ребята это не реклама ладно спасибо Андрюх ну а мы пошли свои сказки да Кингур пошли ребят с Кингом мы копаем он устал ямка смотрите ребята и вот моя ямка видите да между ними только лопата ямочка и вот у нас у меня красавица очередная ребята сегодня реально серебряный шум и все 23 года на этот раз 10 копеек сохранчик как вы видите отменный очень хороший сохран да классно сейчас одних комрадов проводил накопали на двоих около двухсотни монет в основном на шурфе но мы сегодня не шурфим я сегодня вверха собираю причину уже вам говорил озвучивал пока погода позволяет надо собирать вверх а шурфить мы всегда успеем так что идем итак ребят еще одна машина уезжает Стасян компанийский и Илюха вообще разъезжается наша команда по домам ладно счастливой дороги вам цены ребята еще одна машина уезжает у нас лагерь находится там и все кто уезжает подъезжают попрощаться ну а я пользуюсь случаем делаю обзор что у нас Серега ну что ребят Серега раскладывает свои находки ну я думаю по верхам это хорошо да Серега я хочу сказать даже удачно причем все царские только что хотел сказать про все царские так что тут у нас вкусная вкусная двушка александровская так где-то здесь вот Елизавета Елизавета А это Екатериниевская она заляпана мокрая было видно да Екатерина вон видите ребят Екатерина да 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 затем что игровая это яр поднял вот это непонятно это двушка Павла может быть по размеру совет царь а чем царь наш одна павловская 1800 год 2 копеечки что такое а это только что покажу вот последняя находка Серегина это А2 нормуль ну и два совета затесали здесь ну в принципе классно и вот ребят металлопластика пугайцы прикольные внизу серб молот ром тром да да вот так вот откопал Серега ну я считаю неплохо пойдет отработал ванч ну ладно пока удачи до новых встреч на копе что остальные там долго еще будут они меня ждут мы сейчас поедем а все уже блин тогда я сейчас приду и тоже поеду ладно по ветрищику и так ребят пришло время с вами попрощаться было классно что нашел я я покажу вам сейчас обязательно получилось хорошо это еще учесть то что ходил по верхам я не шурфил пацаны шурфили кое-кто у некоторых более ста монет да да ребята вы видели вот в общем день был классным были новые были новые пацаны которые просто напрасно может в кадр где-нибудь попадет но они просто довольны что встретились приехали отдохнули не главное находки самое главное то что компанейская у нас такая команда состоялась сегодня от души отдохнули много съели много выпили рустика поздравили одели его как все нормальные люди в общем выстрелил сегодня хорош с тем что был катин пятак очень шикарного сохрана затем киотный крест самый начальный самый ранний потом серебро поднимал под послед напоследок женек перед уездом поднял медаль за японскую войну ну и у меня вот еще сейчас выстрелил колокольчик ну к моим давайте находкам и я потихоньку поеду да кстати ребята извините что я в течение видео говорил что будет у нас небольшой челлендж вот ветрено было ребята объяснять что как зачем и почему давайте в следующий раз в следующем накопе потому что все пацаны разъехались я их просто оповестил как что они меня поддержали вот так что в следующем выходе я вам расскажу суть самого самого челленджа кто выиграет будет один из самых счастливых вот так что в следующий раз объясню извините меня пожалуйста ну а сейчас давайте по находкам по находкам получилось у меня просто сегодня не очень густо как обычно по 50 монет сегодня получилось вот так ребят по шмурдику давайте гильзы я собираю те которые у нас имеются с надписями это кайнок вот из них я делаю панно донышки отрезаю вот такие вот вещи тоже я собираю и с цифрами цифра 17 есть коллекционеры которые прям ребят покупают вещи эти покупают колокольчик ребят вот такой колокольчик к сожалению здесь обломано вещь достаточно старая вот надписи нету и колокольчик ребят но обычный обычный ничего сверхъестественного нету но все же приятно давайте пробежимся по монетам сначала с рядовыми к сожалению есть вот такие вот у меня неприятные сюжеты копейка серебром к сожалению ушатана 42 года трешка тоже делали развальцовывали под кольцо обручальное видно передумали жениться советики ладно банально вот такой трубль выскочил ребята раз два три четыре пять шесть шесть копеечек вот такая низкопрофильная двушка надеюсь почистится будет нормально двушка 1871 копеечка серебром 43 год тоже неплохой сохранчик павлик тоже у меня сегодня есть павел первый копеечка сохранчик будет хороший год красивый 1800 год еще одна средняя размера это у нас две копейки александровские царицы полей деньга тоже порадовала не часто на этой деревне деньгу поднимаем вкусняшки ребята вот такой вот вы наверное не видали но давайте я вам в фокусе его покажу очень красивая монета очень красивая рельеф имеется на ростов нету болячек не будет хорошо по серебру ребята получилось у меня вот так 10 копеек 9 год 10 копеек 10 год 23 23 23 23 и 25 вот как-то вот так вот ребята вот так вот по серебру просто класс день серебра ребята да не часто такое количество серебра ну в целом ребята вот вот так вот откопал с выбитой деревни по верхам после того как деревня сгорела дотла ребята дотла и находки верховые так что шурфить чуть позже а сейчас собираем монеты все ребят на этом все солнышко вышло мы собираемся да и солнышко вышло ветер прекращается мы все пока до новых встреч до новых встреч